Подвиги Персея. Последствия золотого дождя. У греческого царя Акрисия подрастала прекрасная дочь Даная. Пока она была маленькой девочкой, папа в ней души не чаял. Весело раздавался звонкий смех Даная в комнатах царского дворца на острове Аргосе. Однако, когда Даная подросла, прорицатель поведал Акрисию страшную новость. Он сказал, что рожденный Данай сын убьет своего деда. Целую неделю Акрисий ходил по дворцу мрачнее тучи. Он никак не мог решить, что же ему сделать в этой сложной ситуации. Наконец, страх за собственную жизнь превысил отцовские чувства. Он приказал заточить свою дочь в одну из башен дворца и приставил к ней пару неподкупных служанок. Кроме них, никто под страхом смерти не мог войти в узилище. Для Даная настали невеселые дни. Время тянулось медленно, а дневной свет едва проникал к ней через маленькое забранное решеткое окошко. В это время Зевс, обозревая подвластную ему землю, увидел своим во снипрокой всенепроникающим взглядом томящуюся в заточении девушку. Она показалась ему такой несчастной, одинокой, прекрасной, что громовержец решил скрасить ее печальные дни своим вниманием. Чтобы никто не узнал о его визите, он не стал принимать в этом случае облик земного мужчины, а проник Даная золотым дождем. С удивлением смотрела Даная, как падают на нее сверху золотистые капли и превращаются на полу в золотые монеты. Она предчувствовала, что это чудо сулит неожиданный поворот в ее судьбе. Так оно и вышло. Через некоторое время у Даная родился сын, отцом которого был сам громовержец Зевс. Преданные Даная служанки помалкивали об этом событии, а молодая мать искренне радовалась своему малышу, которого она назвала Персеем. Однако, как и все дети, он порой капризничал их ныкал. Прогуливавшись по своему саду, а Крисий случайно услышал крик мальчика. Крик младенца, доносящегося из окошка башни, куда он заточил Данаю, вздрогнул Акрисий. Вспомнилось ему мрачное предсказание. Понял он, что не удалось ему обмануть судьбу. В страхе за свою жизнь Акрисий решился на еще более злое дело. По его приказу, Данаю с младенцем извлекли из башни, закрыли в большом деревянном ящике и сбросили с обрыва в море. Теперь Акрисий был уверен, что рожденный Данаем младенец обречен. Однако он опять просчитался. Ящик с Данаем и Персеем не утонул, а был вскоре выброшен на пустынный берег острова, где его подобрали рыбаки. Весть об удивительной находке, о чудом спасшейся женщине с ребенком, быстро распространилась по округе и долетела до дворца местного правителя Полидекта. Он пригласил Данаю с сыном к себе в гости, справедливо полагая, что красавица, появившаяся на его острове таким необычным образом, не может быть обычной женщиной. Его предположения полностью подтвердились, когда он выслушал рассказ Даная о ее удивительных приключениях. Полидект оказал Данаю и Персею щедрое гостеприимство, позволив им сколько угодно жить в его дворце. Для него было большой честью принимать у себя сына самого Зевса. Зная, что возвращение на родину не сулит ей ничего хорошего, Даная с радостью согласилась остаться у Полидекта. Несколько лет она была вполне довольна жизнью на новом месте. Полидект оставался по-прежнему любезен с ней, а Персей быстро подрастал и вскоре превратился в стройного, сильного юношу. Даная поведала своему сыну тайну его появления на свет, и Персей законно гордился, что в его жилах течет кровь самого Зевса.